Деловые новости в эфире канала ОТС и с обзором последних событий в сфере экономики и бизнеса вас познакомлю я, Ксения Петренко. Выпуск традиционно открывает цифра дня. 891 миллион рублей. Такую сумму направили в Новосибирской области в прошлом году на финансирование программы комплексного развития сельских территорий. Из этой суммы 618 миллионов направили на 6 комплексных проектов в пяти районах области. Как сообщают ведомости ЗАГС Собрания, программа призвана не только проводить проекты в области водоснабжения, газификации и строительства жилья, но и в целом осуществлять комплексное преобразование в территориях области. Кто из бизнесменов счастливее? Мужчины или женщины? Кому в Новосибирской области платят больше всех? И какие новые рейсы запускают из сибирской столицы? Смотрите далее. Российские бизнес-леди счастливее мужчин. К такому выводу пришли эксперты одной из банковских экосистем. Для исследования они использовали оксфордский опросник счастья. Оказалось, 74,5% предпринимателей смотрят в будущее с оптимизмом. 68% удовлетворены жизнью. Средний показатель уровня счастья бизнесменов в стране чуть больше 46 баллов из 100. К слову, они напрямую связаны с уровнем дохода. К примеру, среди бизнесменов с доходом от 100 до 300 тысяч рублей, довольных жизнью 72%. А если доход достигает полумиллиона рублей в месяц, то уже 87% опрошенных считают себя счастливыми. Однако зарабатывающие на бизнесе от миллиона и выше не могут похвастаться такими отношениями к жизнью. Получается не в деньгах счастья. Отрасль добычи полезных ископаемых лидер в Новосибирской области по уровню оплаты труда. Это следует из данных, опубликованных на сайте Новосибирскстата. Средняя зарплата по итогам прошлого года в отрасли составила 107 781 рубль в месяц. На втором месте сфера информационных технологий, где среднемесячная зарплата в прошлом году достигла отметки 86 542 рубля. На третьем месте предоставление финансовых услуг. По данным органа статистики, средняя зарплата 79 451 рубль. А вот будущая рабочая сила нынешние школьники уже постигают азы правильного финансового поведения и копят деньги, формируя финансовую подушку. К такому выводу пришли аналитики международной образовательной компании «Я-класс» по результатам исследования. В нем приняли участие школьники с 7 по 11 классы. Оказалось, что почти половина учащихся откладывают без какой-либо конкретной цели. 19% копят на гаджеты и электронику, 16% на курсы и доп. образование, 10% школьников экономят для приобретения брендовой одежды и обуви и 7% респондентов на путешествия без родителей. Также эксперты выяснили, минимальная сумма, которую удается откладывать школьникам, это 500 рублей в месяц. А 9% учащихся откладывают ежемесячно свыше 3000 рублей. Примечательно, что деньги берутся не из воздуха, а в результате коррекции поведения. Новосибирские школьники стали тратить на досуг вдвое меньше денег. Главный эксплуатант аэропорта Толмачево авиакомпания «С-7» открывает еще два направления полетов из Новосибирска. С 3 июня стартуют регулярные рейсы в Хантамансийск и обратно. А с 4 июня по маршруту Новосибирск-Томск. Время до пунктов назначения 2 часа и около часа соответственно. Стоимость перелета в Хантамансийск от 4200 рублей, в Томск от 1200. Рейсы будут выполнять на самолете Embraer 170. Вместительность до 78 пассажиров. У российских фермеров появятся новые возможности. Госдума приняла в первом чтении закон, который закладывает правовые основы агротуризма. То есть прописывает право и обязанности тех, кто будет организовывать путешествия в сельскую местность. В том числе и малые города с населением до 50 тысяч человек. Председатель профильного парламентского комитета, депутат от фракции ЛДПР Борис Пайкин отметил, что сейчас доход российских фермеров от такой деятельности не превышает 1%. В то время как в европейских странах он составляет до трети от прибыли. По расчетам авторов закона в России удастся создать примерно 60 тысяч новых рабочих мест. Туристам будут предлагать не только посмотреть на работу сельхозпроизводителей, но и принять в ней участие. В Новосибирской области подобный проект реализуют в Каргатском районе. А на Дальнем Востоке до пандемии услуга пользовалась популярностью среди японцев, которые с удовольствием приезжали даже в экзотические для них туры на дачи, полоть огороды или собирать малину. Российские парламентарии обсудили с руководством Банка России ситуацию, связанную с ростом закредитованности населения страны. Депутат Сергей Неверов на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиулиной заявил, что необходимо разработать дополнительные меры защиты интересов заемщиков. Кошельки россиян серьезно пострадали из-за пандемии, и риск оказаться в долговой яме для тех, кто взял кредит, очень велик. Вот как прокомментировала эту ситуацию глава Центробанка. Цитирую. «Очень важная тема, она всегда будет на контроле, и если нужны будут изменения в законодательство, я так понимаю, мы здесь можем рассчитывать на диалог», сказала Эльвира Набиулина. Она добавила, что закредитованность – это следствие как непродуманных действий, как самих заемщиков, так и недобросовестных кредитных организаций. Последние зачастую предлагают россиянам сложные банковские продукты, в которых заемщики не разбираются. На этом у меня все новости. С вами была Ксения Петренко. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе «Пирс ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok